Привет, и это очередная битва между Sims 3 и Sims 4. Сегодня мы узнаем, где русалки наиболее быстрые. Их ждет три испытания. На ум, скорость плавания и скорость превращения. В первом лабиринте есть три пути. Это короткий, средний и длинный. Какой же предпочтут русалки? Сейчас мы это и узнаем. Ну а пока русалки борются за победу, либо за то, чтобы побыстрее освободить свой мочевой пузырь, я решил немного поболтать с вами на очень важные темы. Совсем недавно мой канал преодолел отметку в 100 тысяч подписчиков. И я хочу сказать тебе огромнейшее спасибо за колоссальную поддержку. И пару дней назад я уже оформил заявку на получение кнопки от YouTube. И она скорее всего придет где-то в течение 30 дней. Я очень ее жду. Как только она придет, я выложу пост в Instagram. Поэтому не забудь подписаться, ссылка будет в описании. А тем временем русалка выбрала средний путь, за что получает свои 2 балла. Я думал, что русалка выберет путь, где больше воды. Что, конечно, очень сильно помогло бы и быстрее прийти к финишу. Я без понятия, есть ли в этой игре какая-то логика. Но мне кажется, ее вовсе нету, как и в этом видосе. Расскажите в комментариях, как у вас проходит карантин. Чем вы вообще занимаетесь? Что у вас происходит в стране? Потому что у нас только все хуже. Смертность растет. И с каждым днем больше и больше зараженных. Я надеялся, что хотя бы к этому времени уже все как бы уляжется и станет лучше. Но, к сожалению, нет. Это, ребята, реально ужасно. Потому что лекарств нету. Все закрывают. Вначале закрывают только по выходным. Потому что людям нужно где-то работать. И это жесть. А вот мы уже и перешли к Sims 3. Как мы уже поняли, здесь симы очень долго думают. Из-за большого количества контента и открытого мира. Русалки впервые появились в тройке вместе с дополнением Райские острова. С которым пришел один из самых лагучих городков. В котором просто невозможно играть. Хоть и дополнение очень интересное. Вы можете посмотреть прохождение на моем канале. И хочу обсудить с вами очень жестокую несправедливость Ютуба. Когда, конечно, эта несправедливость работает в мою пользу, это очень здорово. Но когда наоборот, это печально, правда. Потому что, когда на моем канале стукнуло 100 тысяч подписчиков, я решил снять очень особенный видос, на который потратил целую неделю. Ребята, целая неделя съемки. И когда я его выложил, к сожалению, видос не получил вообще никакой популярности. Он набрал всего-то 4 тысячи просмотров. Чтобы вы понимали, бывало и так, что я трудился над роликом 40 минут. И он набирал больше 100 тысяч просмотров. Вот, ребята, о чем я говорю. А потом задумываешься, вообще, стоит ли стараться вкладывать душу в ролики, если я могу, допустим, за эту же неделю снять кучу видосов, и какой-то из них уже попадет в рекомендации. Такие моменты, они всегда отбирают у тебя какое-то вообще желание что-то делать на канал. Но, конечно, со временем я понял, что данный ролик я делал для себя, и будет очень приятно пересмотреть его в будущем. В этом испытании русалки будут бороться за звание самого быстрого пловца. Я хочу признаться, что у меня очень большие проблемы с доверием к людям. Я до сих пор не могу открыться своей аудитории. Мистер Арманиус и Арман – это два совершенно разных человека. Как только включается запись, я понимаю, что меня смотрят незнакомые мне люди, которым я не могу доверять, поэтому я начинаю закрываться, и мои мысли и слова просто теряются. Я так вошел в образ мистера Арманиуса, господин Арманиус, весь такой официальный и правильный, но ведь в жизни я совершенно другой. Только близкие люди знают, какое я настоящее, и я бы безумно хотел также быть настоящими для вас, но, к сожалению, пока что я не понимаю, как это можно сделать, как избавиться от этого барьера. Ладно, давайте уже перейдем к другой теме. Как бы я не хотел этого признавать, но на данный момент мой канал превратился в работу. В самую настоящую, такую, знаете, обыденную работу со свободным графиком, от которой я не всегда получаю удовольствие. Поскольку все мои силы и эмоции уходят в более значимые и весомые дела, которые мне важны именно в этот отрезок жизни. Благодаря каналу я могу заниматься саморазвитием, и решение создать канал было самой лучшей идеей за всю мою жизнь, ибо мой канал ни к чему меня вообще не обязывает. Ты можешь снимать видики, когда тебе вообще заблагорассудится. Хочешь устроить себе отпуск на один месяц? Пожалуйста. На два? Тоже, пожалуйста. Просто доходит на полгода. Но есть одно но. Я стал заложником Симса. Это единственная игра, которая интересна моим зрителям. Я не могу просто взять и поменять тематику канала, потому что это никто больше смотреть не будет. Свою армию я собрал именно на Симсе, и зрители не готовы смотреть что-то другое. А что делать, если тебе, допустим, хочется поснимать, например, Фортнайт? Да, я вот недавно снял Фортнайт, и это вообще не зашло. А вот придется создавать новый канал и собирать уже новую аудиторию. Просто с нуля. А вы понимаете, да, что на Ютубе начинать с нуля, это очень сложно. Под Фортнайтом мне написали. А чего ты это вдруг на своем канале снимаешь Фортнайт? Чё-то я не понял. А где Симс? Ты тут давай, не впихивай нам Фортнайт, иди создавай новый канал. Люди возмущаются, когда видят не тот контент, ради которого они подписались. Хотя, казалось бы, Фортнайт ведь вообще никому не мешает. Почему я не могу иметь какой-то разносторонний канал и собрать воедино разную аудиторию? Но загвоздка в том, что сам Ютуб против этого. Я на 100% уверен, что Ютуб рекомендовал ролик с Фортнайтом именно с Симмером, так как мой канал ассоциируется с Симсом, и пробиться с какой-либо другой игрой почти нереально. Но, конечно, нет ничего невозможного. Мы уже перешли к Симс 3. И вы видите, что между бассейном есть пустые участки. Так вот, они сделаны для того, чтобы русалки не переплывали под забором. Я не проверял этого в Симс 4, но в Симс 3 бассейн никак нельзя разделить стенкой или забором. В первоначальной версии лабиринта русалка напрямую поплыла к туалету, игнорируя постройку, для меня это было реально новостью. Причём между стенкой и полустенками можно разместить бассейн, а вот между забором нет. В моей стране карантин начался где-то в марте, и вся ситуация продолжается уже 4 месяца. Я, конечно, не думал, что это будет так долго, и правда в мае уже немного ослабили карантин, и можно было более-менее вернуться к привычной жизни. Открыли торговые центры, магазины, кафешки, и на некоторое время я даже забыл о существовании вируса. Многие люди перестали соблюдать меры предосторожности и дистанцию, и это привело к ухудшению ситуации. Я заметил, что немало людей вовсе отрицают существование вируса. Другие просто не боятся его, собственно, как и я. Америка ведь была первая по количеству заражённых, но учитывая, что там происходит, про вирус там уже никто не говорит. Тут также большую роль, конечно, играет карантин, потому что люди очень злые, нету работы, нету денег, ну и люди просто начали заниматься вандализмом, воровать вещи и так далее. Думаю, вы и сами всё знаете. Я лично знаю людей, которые болеют этим вирусом, и у всех одинаковые симптомы. Они перестали чувствовать запахи, вкусы, у них высокая температура и сильно болит горло. У кого-то начались проблемы с дыханием и лёгкими, кому-то уже стало, конечно, лучше, а кому-то хуже. Ну и, конечно же, есть бессимптомники, у которых тоже положительный результат. А вы видели вообще, каким образом берут ПЦР-тест? Говорят, что это очень неприятно. Я не советую вам на это смотреть, потому что это жёстко. Здесь мы узнаем, какие русалки превращаются быстрее. Из человека в русалку и из русалки в человека. Я продолжаю свои тренировки. В последнем подкасте я говорил, что моя цель это 82 килограмма, а я весил тогда 78. К сожалению, из-за карантина я потерял массу до 75. Я всё это время тренировался дома, но тут совершенно не та атмосфера. Дом – это то место, где тебе хочется отдохнуть, поспать, полениться. И два месяца тренировок давались очень трудно. Я рад, что тренажёрки открыли, и я могу дальше заниматься спортом. И я, кстати, уже достиг своей цели – 82 килограмма. И самое ужасное – это то, что мне всегда мало. Меня все просили остановиться и уже перейти на сушку, но, безусловно, я не собирался никого слушать. Ещё в январе я носил одежду XS, а сейчас L. Вы бы видели мои порции, я кушаю нереально много и иногда набирал за один день 1 килограмм. И это просто бешеный метаболизм, ведь в основном люди набирают 1 килограмм за одну неделю. Самое большое время занимает именно готовка. Нужно питаться часто, много и разнообразно. Вот это и есть путь к успеху. Хорошенько подумав, я принял решение перейти на долгую и изнурительную сушку. Недавно вышло дополнение для Sims 4, которое называется «Экологичная жизнь». Но мне больше всего понравилось именно обновление, которое вышло вместе с ним. Оно улучшило черту участка «Жизнь без удобств». И в игре появился некий элемент реального выживания. У тебя нет в доме воды? Так иди к водоему и набери её. Ну или можешь собрать снега и растопить его, вот тебе и вода. Дополнение «Экологичная жизнь» добавляет новые виды альтернативных источников энергии. Ты можешь поставить солнечные панели, ветряные турбины, коллекторы росы, либо электрогенераторы, которые будут работать по назначению. То есть, если нет солнца, то и не будет тебе энергии. А чем сильнее ветер, тем больше электричества дают ветряные турбины. И это на самом деле очень улучшает игровой процесс. Но не знаю, можно ли назвать «Экологичную жизнь» дополнением, как по мне, то это максимум игровой набор. Давайте сравним «Русалки Sims 3» и «Симс 4». По моему мнению, «Русалки Sims 3» выигрывают, потому что в городе Исла Парадиса есть участки для погружения, где ты можешь изучать подводный мир. Я ждал этого от «Симс 4», но, увы, они сделали лишь кроличью нору. Но зато в «Симс 4» у «Русалок» больше крутых способностей, по типу Зова Сирены или влияния на погоду. В «Четвёрке» до сих пор есть баг с «Русалками», из-за которого они 100% наследуют свой ген, вследствие чего появляются гибриды, например, полувампиры, полурусалки, и в своё время я снял кучу экспериментов на эту тему. Также снимал ролик со способностями «Русалок», которые вы можете найти на моём канале. Какая часть «За Симс» вам нравится больше? Я готов возвращаться в «Тройку» просто снова и снова, и для меня это самая лучшая часть «За Симс». Хоть и в ней есть свои минусы, такие как лаги, независимо от того, насколько у тебя мощное железо, различные баги, например, с интересной карьерой пожарника. Точнее, подождите, нет, не пожарника, а пожарного, потому что пожарника говорить нельзя, я помню. Его никуда не вызывают, потому что вызовы неисправно работают. Огромный плюс «Симс 3» — это открытый мир, а я терпеть не могу загрузки в «Симс 4», но я люблю «Симс 4» за его многозадачность, быстроту, плавность и разнообразие контента. Но «Симс 4» немного пустоватая игра, и видно, что разработчики не всегда подходят серьезно, допустим, к постройке домов. Надеюсь, что пятая часть нас удивит, и мы получим что-то нереально крутое. Русалка уже приближается к финишу, и я, конечно, очень хорошенько их сегодня потрепал. Они прошли все испытания, и пора подводить итоги. В первом испытании мы проверили русалок на ум, и обе русалки выбрали средний путь, за что и получают свои 2 балла. Но вот «Русалка» и «Симс 4» справилась быстрее, поэтому плюс 1 балл. Второе испытание было на «Скорость», где снова побеждает «Русалка» и «Симс 4». Ее соперница опоздала на 8 секунд. Ну и третье испытание было на «Скорость превращения». Ну и, как вы поняли, снова побеждает четвертая часть, с результатом 1 минута и 42 секунды. У «Тройки» 2 балла, а у «Четверки» 5 баллов. Победа сразу в трех испытаниях, хоть и с небольшим отрывом. «Тройка», я знаю, когда-нибудь и ты будешь победителем. Я очень старался над данным роликом и надеюсь на вашу отдачу. Ваш лайк поможет мне в продвижении. Предлагайте идеи для новых испытаний и не забывайте вступать в мою армию. А с вами был мистер Арманиус, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова